Я делаю второй скринкаст по ОУЕ, не потому что мне очень понравилось название, а потому что действительно сервис очень непростой. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Те, кто не видел первый скринкаст, ссылка в описании. ОУЕ – это сервис для видеоконференций, но не совсем. Итак, в прошлом видео мы оказались вдвоем в прекрасном караоке баре, который больше похож на небольшой ресторанчик. Караоке-бар там внизу. Причем, оказался я вдвоем с собой, а такая возможность предоставляется, согласитесь, нечасто. Вот мы оказались ближе друг к другу. Причем я могу как организатор двигать людей, а не меня нет. Но это так. И вот фишка номер раз. Вот эти вот верхние иконки. Во-первых, можно нажать на ухо, и вы будете общаться с человеком, что называется на ушко. Никто другой в комнате вас слышать не будет. Но его, если он ответит, будет слышно. А если он нажмет на ваше ухо, то и его слышно не будет. Ну то есть вы общаетесь на двоих, что бы ни происходило вокруг. Полезно, не помню ни у кого. Ну и достаточно аутентично для караоке-бара. И следующая функция мне, конечно, тоже очень понравилась. Я говорил, вы можете перемещаться между комнатами, но перемещаться в гордом одиночестве. А вот если вы нажмете на вот этого человечка, идущего человечка у того, с кем хотите перейти в другую комнату, то он последует за вами, что называется, как бычок на веревочке. И будет следовать за вами до тех пор, пока не отключит эту функцию. Причем забавно, что если меня, организатора, попросит кто-то последовать за ним, то у меня высветится сообщение с вопросом, хочу ли я этого. И пока я не соглашусь, следовать не буду. А если я организатор кого-нибудь приглашаю, то у человека тоже высвечивается сообщение, но не с вопросом, а с утверждением, типа вы следуете. И он может отказаться, но пока он не отказался, вы уже можете путешествовать вдвоем. Вот это мне показалось прямо очень смешно. Пригласил и сразу беги в другую комнату, пока он не успел отказаться. Ну и потом можно ему еще сердечки посылать. Ну и также вы можете нажать на человечка повторно и отменить эскорт. А также можете замьютить микрофон и выключить камеру другим участникам, но они потом самостоятельно могут включить и то и другое. И тут мы переходим к проблеме нежелательных персонажей в комнате. То, что случилось с Zoom, когда все туда кинулись и вдруг выяснилось, что в комнату заходить могут все, кому не лень. Zoom ввел возможность параллелирования и закрытия комнаты. Тут я таких возможностей не нашел. Возможно, они затерялись в этой горе настроек, но я вроде перебрал все. Можно скрыть invite button, то есть никто кроме вас не скопирует в настройках ссылку с приглашением. Вот эту. Но смысла в этом нет, потому что все и так перешли сюда по ссылке, значит они ее знают. Что еще я нашел? Я нашел возможность выгнать кого-то. Причем не только из комнаты, а из всего рабочего пространства. Вот таким вот образом. Но человек впоследствии может сюда вернуться. Можно конечно его еще раз выгнать, но лучше его не просто выгнать, а еще и заблокировать. Ну то есть лучше сначала заблокировать, а потом выгнать. Потому что для блокировки нужно знать имейл, а узнать его, например, можно вот здесь. Вставляем, сохраняем, все. Человек еще в комнате, он еще общается и даже не подозревает, что вот сейчас его отсюда выгонят и вернуться он уже не сможет. Ну до тех пор, пока вы его из бана не исключите. Вот таким вот образом. Ну и соответственно вы можете покинуть свой караоке бар до следующей встречи, а также можете сменить рабочее пространство и следующую встречу провести в каком-нибудь другом месте. Например вот. Йик. Не знаю, как произносится. Присмотрел заранее, установил. А вот такой вот зал. Чиллаут. И кабинет для совещаний на 15 человек. Если вдруг расшарите экран, то расшаренное попадет на экран в кабинете. Красиво. Ага, нельзя сворачивать. Ну и плюс вы можете еще какие-нибудь надписи сюда добавить. Ну то есть оформить пространство под себя. А рабочие пространства, они формально становятся вашими, когда вы их к себе добавляете. Ну то есть у вас уникальная ссылка постоянная. Причем вы можете даже ссылку свою на это пространство повесить. Тоже кстати средства от ненужных посетителей. Просто поменять ссылку. Ну то есть это как будто действительно становится вашим кабинетом. Вы можете его моделировать, донастраивать. Это теперь ваше. Надо только приложить немного фантазии. Не знаю, на мой взгляд сервис действительно очень приятный. Но вот прямо совсем не могу оценить, насколько он может быть востребован. Пишите в комментариях, как вам кажется. А еще подписывайтесь на канал, ставьте лайки и любите друг друга.